Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели». Главные события уходящих 7 дней вам представят наши корреспонденты и я, Екатерина Шарыпова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только за прошлый год в области выдали 378 таких сертификатов. Что касается мытищ, то наш округ первый, где стартовала программа реновации. Это важный для Подмосковья проект группы «Самолет», благодаря которому на месте домов с высоким уровнем износа в 20-м микрорайоне появится передовой квартал с комфортными условиями проживания и благоустроенной территории. На данный момент расселены 6 домов с высоким уровнем износа. 60 семей переселены в благоустроенные жилые помещения. Микрорайон будет обеспечен новым детским садом и пристройкой к уже существующей школе. Кроме того, 5 планируемых проектов комплексного развития территорий позволяет осуществить переселение жителей 52 домов с высоким уровнем износа и аварийных домов в благоустроенные жилые помещения. Как отметил Андрей Воробьев, аварийный жилой фонд – это многоэтапная проблема, которая включает в себя как расселение жителей, так и решение дальнейшей судьбы здания. Здесь важно подходить комплексно. В округе продолжается реконструкция бывшего здания научно-исследовательского института овощного хозяйства. Напомним, после того, как строение несколько лет стояло заброшенным, инвестор по соглашению с администрацией приобрел его для проведения капитального ремонта. Скоро там откроется дом детского творчества. Новый центр получил название «Галактика». Параллельно к капитальному ремонту будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и всего парка Стрекалова. Алина Савош расскажет обо всем подробнее. Бывшее здание научного института овощного хозяйства называли одним из самых таинственных в городе. Закрытие, аварийное состояние, пожар – на его счету десятки испытаний. Сегодня оно получает новую путевку в жизнь – в космическую жизнь. Еще пару лет назад мысли о том, что на этом месте может быть построен дом детского творчества, были лишь мечтами. В этом году они быстрыми темпами воплощаются в жизнь. Новый центр доп. образования получил название «Галактика» и неспроста. Для округа это космический проект. Территория искусства и таланта, творчества и креатива. Подобных площадок в регионе единицы. Здесь расположатся десятки кружков – от художественной школы до танцевальной студии. Елена Ивановна, расскажите, что здесь будет? Ну вот в данном помещении, в таком пока еще неприглядном виде, мы в результате, после ремонта, здесь вот у нас будет зал для народного танца большой, с раздевалками, с костюмерными. А с этой стороны большой фехтовальный зал. Да, запись уже идет у нас детей, поэтому прошу родителей следить за горными госуслугами. Госуслуги – это самое важное. Надо пройти через госуслуги на нашу запись и записаться к нам в секции, в кружки. Фотокружок, робототехника, ракетомоделирование и свой собственный театр. Планы амбициозные. Хотя строители ставят перед собой задачу сохранить внешний облик. А вот внутри будут значительные изменения. Самый сложный этап работ – замена внутренних перекрытий и укрепление каркаса. Несмотря на капитальный ремонт, уникальный стиль и красота постройки останутся прежними. Это окна-то какие? Уже так никто не стоит. Не так не стоит. Нет, во-первых, высота какая даже здесь подтолкнута, в сравнении с другими этажами. Вот оно убитое сейчас, да? А что будет? Это вообще бомба. Параллельно капитальному ремонту будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и всего парка Стрекалова. Демонтаж старой игровой площадки уже стартовал. Новый комплекс также будет выполнен в космическом стиле и интересен как малышам, так и ребятам постарше. На территории появятся игрушечные ракеты, звездные качели, балансиры, карусели и песочница. Вот мы ставим эту новую детскую площадку, да? Это новая детская площадка. А вот это благоустройство мы сами идем как бы газе. Мы сейчас живем, да? Благовещен контракт. Все работы по благоустройству завершатся в первом квартале следующего года. А сам Дон детского творчества планируют сдать этой осенью. В администрации муниципалитета на традиционном оперативном совещании говорили о безопасности на водных объектах. В преддверии открытия летнего купального сезона этот вопрос становится особо актуален. Водохранилища на территории Мытищ привлекают тысячи гостей и жителей округа. На совещании особое внимание уделили и обустройству так называемых диких пляжей, а также подробно рассмотрели меры поддержки малого и среднего бизнеса. Обо всем по порядку расскажет Сергей Берзин. На территории городского округа 5 водохранилищ, 9 рек, общей протяженностью водных объектов по руслу более 300 километров. Понятно, что многие берега этих водоемов давно облюбовали поклонники летнего отдыха и ждут официального начала купального сезона с 1 июня по 31 августа 2023 года. Мы с вами готовимся к первому числу. Первое число это когда у нас в идеале все должно быть готово. Мы с вами должны выехать на каждую точку и посмотреть, а что же там действительно происходит на сегодняшний день. Мы все территории действительно проверили, включая подъезды, подходы и так далее. Очень много обращений жителей и по поводу содержания территории, насколько у нас подготовлены пляжные зоны. В первую очередь обращается внимание на безопасность и готовность спасателей. Но далеко не все пляжи отвечают строгим правилам. Вернее, их и пляжем это назвать нельзя. Это скорее зоны риска. Здесь должны быть информационные щиты с предостережением. Планируются также проверки и профилактические рейды в эти районы. Это будут ежедневные выезды. Сейчас у нас было три выезда и составлено два акта. Сегодня на территории городского округа Мытища расположено 6 водохранилищ. На период купального сезона 2023 года определён перечень мест массового отдыха населения в городском округе Мытища, который состоит из 11 объектов. Лето на пороге. Остаётся только с пользой распорядиться самым долгожданным временем года. Немало перспектив и динамики ожидается и в малом и среднем бизнесе. Прирост последних лет в среднем превышает 6% годовых. На территории городского округа более 21 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Среди 55 муниципалитетов Московской области наш округ входит в десятку лидеров и занимает почётное шестое место по приросту субъектов предпринимательства на 10 тысяч населения. Более 250 миллиардов рублей, а это 27% оборота всех предприятий городского округа, приходится на малый и средний бизнес. 1200 предпринимателей зарегистрировались только за последний год и около 3000 самозанятых. Во многом благодаря той поддержке, которую оказывает администрация городского округа начинающим молодым предпринимателям. Гранты, субсидии социальным предприятиям, региональные субсидии на приобретение оборудования, льготная аренда помещений – это только часть работы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Главное нам заинтересовать тех, кто хочет стать субъектом малого и среднего предпринимательства или самозанятым и рассказать о существующих мерах поддержки, как ими воспользоваться. Тем более большинство из них у нас уже вступает в действие с 1 июня 2023 года. В преддверии Дня предпринимателей, а он отмечается 26 мая, это хорошая новость. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили мы, тищенские предприниматели. В нашей традиционной рубрике «Работа на отлично» мы расскажем о руководителе сообщества «Нежный бизнес» в нашем округе – Татьяне Яцковой. Она занимается производством правильных десертов. Моя коллега Анна Смирнова побывала в кондитерской и увидела процесс приготовления сладостей. Вкусно, полезно и качественно. У ПП десертов Татьяны Яцковой три обязательных составляющих. Ежедневно она и ее команда дарят людям возможность наслаждаться сладостями без вреда здоровью и фигуре. По словам предпринимателя, все началось с заботы о себе. Все созданное в жизни я старалась следить за здоровьем, за питанием и тщательно выбирала составы продуктов. Особенно, когда родились мои дети, эта тема стала для меня очень актуальной. Поэтому я сначала открыла кофейню, а потом уже и производственную студию, потому что очень сложно было найти достойного поставщика, который бы отвечал всем моим требованиям. Главные требования – это натуральность и качество ингредиентов, а также отсутствие искусственных добавок и консервантов. Но ключевая концепция – сладости без белого сахара и глютена. Приоткрыть завесу мира полезных десертов Татьяна решила и для наших зрителей. Чаще всего клиенты отдают предпочтение высокобелковому меренговому рулету. Его мы и приготовим. Особенность его в том, что он максимально содержит белка, минимум калорий и максимум пользы. Нам потребуется 8 ингредиентов и 15 минут времени. В составе рецепта – эритрит, яичный белок, сироп топинамбур, этапиоковый крахмал, творожный сыр, фисташка, греческий йогурт и ягоды. Мы начнем с эритрита. Это растительный сахарозаменитель, который не имеет калорийности. Тем самым мы снижаем калорийность конечного продукта. К эритриту добавляем яичный белок, отправляем в блендер и постепенно всыпаем тапиоковый крахмал, который не содержит глютена и диетически безопасен. Он послужит загустителем и добавит сладости. После получения воздушной массы ее можно выкладывать на бумагу для запекания. А расскажите, кто является автором вот этих десертов? Рецепты все разрабатывает Марина Дальцова. Она является и родоначальником проекта «Лоломи», и также все рецепты приходят по вдохновению, по запросу от наших клиентов. Отправляем корж в духовку на 7 минут. Пока он запекается, мы приготовим крем, который сделает рулет сочным и свежим по вкусу. Здесь все просто. Смешиваем греческий йогурт, творожный сыр, добавляем в сироп топинамбура и в блендер до однородной массы. А дальше самое приятное. Корж пропитываем кремом, выкладываем ягоды и сворачиваем все в рулет. Снаружи десерт украшается клубникой и голубикой, а финальным штрихом становится фисташка. Теперь можно пробовать. Всего из 8 ингредиентов приготовлены за 15 минут. И в нем сколько калорий? 134 калории на 100 грамм. Он такой еще и легкий и сытный. Мне кажется, и причем здесь в одном кусочке, друзья, 15 грамм белка. Мне кажется, это идеальный вариант для тех, кто набирает мышечную массу и не хочет располнять. По вкусу полезный десерт не отличается от тех, куда добавляют главный вредитель фигуры – сахар. Рулет такой же сладкий и вкусный, а значит, работа выполнена на отлично. Именно к этому стремилась Татьяна Яцкова, создавая свою студию правильных сладостей. На производстве ПП-десертов бизнес-вумен останавливаться не собирается. В меню она хочет внедрить полезные, сытные блюда, богатые питательными веществами. Продолжаем выпуск. Последний звонок накануне прозвучал для полутора тысяч матищенских одиннадцатиклассников, а уже на следующий день стартовал единый государственный экзамен. Первым проверить свои знания предстоит тем, кто выбрал для сдачи географию, литературу и химию. Ровно месяц отделяет ребят от взрослой жизни, а пока предлагаем вспомнить, как прошел их последний день в родной школе. В актовом зале школа номер 6 заняты все места. Этого дня выпускники ждали 11 лет. Казалось, еще вчера их привели в первый класс, а сейчас пришло время прощаться. Больше ребят переживают, конечно, родители. Сегодня они последний раз провожают детей в школу. Именно они были свидетелями первых оценок, переживаний и побед. И вот пролетело детство. У каждого из учеников за эти годы останутся свои воспоминания о школе. Например, мы могли все вместе пойти спускать кошек с чужих балконов, потому что мы думали, что они там замерзают. Мы полезли туда по лестнице, а потом пришли хозяева и сказали, «Ребят, мы вызываем полицию». Наш классный руководитель очень старался это все замять. Школьный вальс, слова благодарности педагогам и слезы. То ли счастье, то ли грусти. Ведь теперь уроки, веселые перемены и домашнее задание останутся лишь воспоминанием. Эмоции в этот день не могут сдержать все. Я рыдал. Мне было тяжело сдержать слезы, потому что приходит осознание того, что все кончается. И наступает новый этап, а это самое больное сейчас. Намного страшнее, чем экзамены. Напутственные слова сегодня звучат и от первоклассников. Им только предстоит пройти этот путь. А впереди – калейдоскоп эмоций. Самые юные ваши смены. От всех, кому немного лет. Выпускникам любимой школы наш пламенный большой привет. Музыкальный спектакль в подарок тем, кто воспитывал и учил все эти годы. Каждый номер – посвящение учителю. Музыкальный спектакль в подарок тем, кто воспитывал и учил все эти годы. За 11 лет педагоги для ребят стали настоящими друзьями. Утешали, когда не получала задания. Помогали советом. И всегда были рядом. В этот день много добрых слов звучит в адрес любимых классных руководителей. Я уверена, что вы будете следить за тем продолжением, которое будут делать ребят и достигать те замечательные успехи уже в новых профессиях, которые выиграли. И самое главное, я уверена, что 11 класс – это действительно будет феноменальный успех ваших выпускников. И обязательно все получится. Дорогие друзья, здравствуйте. Знаки судьбы не врут. Все обязательно получится и у выпускников школы номер 10. К своему финальному выступлению они готовились не один месяц. Репетировали после уроков, учили слова, оттачивали движения. Не забыли и про главную традицию последнего звонка – школьный вальс. Каждого из выпускников в этот день накрывает волна воспоминаний. Как ездили классом на экскурсии, устраивали пикники и прогуливали уроки, разумеется. Наша школа, мне кажется, самая лучшая школа, потому что, ну, нигде, мне кажется, ни в какой школе нету таких людей, как у нас. Конечно, буду скучать по школе. Я очень люблю соскучиться уже по ней, хотя еще даже не выпустился. Мне все эти стены очень близки. Я сюда буду работать, учитель физкультуры. Классный руководитель 11-классников – учитель труда. Уроки он у них не вел, но, несмотря на это, смог стать настоящим другом. Я не буду им желать сдать ЕГЭ, потому что они его сдадут. Я надеюсь на это, потому что у нас очень результаты такие, пограничные. А то, что реально хочу пожелать, наверное, все-таки повзрослеть, стать более самостоятельными и найти своих, наверное, друзей. Потому что как-то вот самостоятельность у нас наладилась только в последние три месяца. Последний звонок прозвенел в каждом уголке округа. В этом году школьные стены покидают полторы тысячи мытищинских выпускников. Среди тех, кто оканчивает школу номер 4 – будущие юристы, экономисты и директора. У нас недавно был день самоуправления, я выступал в роли директора школы. Был интересный опыт, к слову, мне очень понравилось. Я ходил и занимался, скажем так, директорскими делами. Я хочу стать преподавателем, учителем географии и общества знания. Я хочу поступить в Палманку московскую. Еще не знаю, на какую точную специальность. Я уже готовлюсь по физике, информатике и, соответственно, профильной математике. В завершении праздника самый трогательный момент. На плече у одиннадцатиклассника первоклашка дает последний звонок. Все, как 11 лет назад. К другим темам. В молодежном центре «Импульс» открылся музей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Выставочная экспозиция – это возможность прикоснуться к одной из самых трагических страниц Второй мировой войны. На встрече присутствовали бывшие малолетние узники, волонтеры Подмосковья и глава округа Юлия Купецкая. О музее памяти в нашей еженедельной рубрике «Мытищи – это мы» расскажет Татьяна Горностаева. 1945 год Победы. И кодовая комбинация на замке в новый музей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. К нам пришли с инициативой волонтеры Подмосковья, юнормейцы, для того, чтобы сделать такое современное пространство для молодежи, где бы они могли обучаться и в новом формате познавать историю Великой Отечественной войны. Волонтеры Подмосковья провели для гостей экскурсию и рассказали о том, что первые экспонаты музея появились еще в конце 70-х годов прошлого века. Глава округа Юлия Купецкая поблагодарила всех причастных к этому событию и предложила не останавливаться на достигнутом. Если у родных, у близких, у ветеранов, которые сейчас находятся рядом с нами, есть экспонаты, которые хотелось бы передать в музей, я думаю, надо об этом сказать. У нас есть возможности для того, чтобы принять экспонаты и чтобы действительно мы могли показать на реальных предметах, как все обстояло на самом деле. Первые, кто увидел новый музей, стали участники Матищинской организации несовершеннолетних узников фашистских лагерей. Я хочу поблагодарить народу администрации, всю администрацию нашего округа за внимание к нам, к нашему обществу. Валентина Ивановна Лашина возглавляет общество и принимает активное участие в различных мероприятиях. Ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи. Мы хотим с нового сезона, с сентября, наверное, с управлением образованием приговорить, чтобы здесь были штатные экскурсии для каждой школы. И если интересная будет программа, я думаю, что вы все нас поддержите. Мы хотим, чтобы экскурсии проводили волонтеры-юно-армейцы, и таковы будут дети-дети. И тогда на одном языке эта история будет восприниматься правильно. Мы согласны, и мы будем присутствовать тоже. Обязательно. Организаторы подошли со всей душой к созданию музея и вложили в него много сил и труда. Собирали все по крупицам, оформляли стенды старыми фотографиями, продумывая каждую деталь. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о самых интересных и ценных экспонатах музея. Да, конечно. Обратите внимание, здесь представлены экспонаты земли из концлагеря Бухенваль, который находился в Германии и был возложен нашими военнопленниками. Чуть же располагается роба узников фашистских концлагерей. На каждой робе был свой номер и определенный символ. Хочу обратить ваше внимание на поистине уникальный, как я считаю, экспонат. Это «Желуди от дуба с партизанской поляны». На открытие музея пришла и Александра Игнатьевна Карелина. 14 апреля она отметила 90-летний юбилей. Так много ей хочется рассказать о страшных событиях своего детства. Но от волнения пропадает голос. Я все хотела даже из стихотворения рассказать. События минувших лет вспоминает и Александр Зосимов. Он родился в Смоленской области, недалеко от города Ельня. В большой семье было шесть детей. У меня брат воевал на войну, он в 1939 году еще был прежим. Две сестры воевали, старшие. Отец, а нас троих. В 1943 году, в марте месяце, полицаи обошли всю деревню, вас эвакуировали и погнали. Вместо счастливого детства на берегу реки Угра – тяжелая жизнь за колючей проволокой концлагеря «Маутхаузен» в Австрии. Всего четыре года было и Валентине Лашиной, когда немцы взяли ее в плен. У меня очень тяжелая жизнь была. Понимаете? Во-первых, в пять лет меня несли на расстрел. В шесть лет я была в концлагере. Потом в шесть лет, в пять лет я в концлагере, в шесть лет нас выселили и гнали немцы. Потом меня никого и ничего. Меня взяла на воспитание бабушка моя, отцова мать. Потому что родители и мамы всех расстреляли. Шесть человек из семьи. История жизни Валентины Ивановны подробно написана в книге «Будем жить». А Левтина Епифанова вспоминает, с чего все началось. Она пришла ко мне в компьютерный класс заниматься основами компьютерной грамотности для граждан старшего возраста. И во время одного из занятий, во время такой человеческой беседы, она рассказала мне совершенно уникальный, потрясающий по своему эмоциональному накалу рассказ о том, как она переживала годы Великой Отечественной войны. Мы искали героев на очередной свой фильм, на этот раз посвященный узникам фашистских концлагерей. И, конечно, вот Алифтина мне сказала, что вот есть Валентина Ивановна. Я познакомилась с Валентиной Ивановной и говорю, что одного героя нам мало. Нам нужны еще герои для этого фильма. И героями стали еще несколько человек из этой организации. И история каждого из них уникальна. Все истории трагичны, но они по каждому уникальны. Гости мероприятия предложили показать этот фильм в эфире первого мытищинского телеканала, чтобы подрастающие поколения знали историю своей страны и не повторяли ошибок прошлого. Мужеству учат не словами, а примером героических поступков и проявлением силы воли. Реальные истории патриотизма можно найти и в жизни мытищинских байкеров. На уроке мужества в 12-й школе они поделились ими с ребятами. Мероприятие было направлено на повышение духа патриотизма у подрастающего поколения. Как прошла встреча и чем она запомнилась школьникам, расскажут мои коллеги. За круглым столом встретились юноармейцы, члены отряда юных пожарных 12-й школы и мытищинские байкеры из мотоклуба «Ночные волки». Подполковник полиции Марат Алиев, прошедший несколько горячих точек, акцентировал внимание школьников на том, что важно научиться различать правду и вымысел. Взрослые простыми словами объясняли детям о своей гражданской позиции и о том, как «Ночные волки» участвуют в зоне специальной военной операции. В этом подразделении воюют наши братья. Это добровольческий отряд «Ночные волки», боевое подразделение, героическое подразделение. Здесь мы сегодня провели урок воспитания, рассказали, что происходит в зоне СВО, для чего, какие цели, что в принципе происходит. Были непосредственные участники спецоперации. То есть мы все причастны к этому. Кто-то непосредственно на передовой, кто-то держит информационную войну, кто-то тыловую, кто-то техническую. Юноармейцы тоже вносят вклад в общее дело. На встречу ребята передали членам мотоклуба посылки для бойцов. Гуманитарную помощь отправят на фронт в ближайшее время. Активное участие в волонтерской деятельности принимает и руководитель движения «Заряд помощи» Элина Маламут. В ней люди из Москвы, Московской области и примкнувшие к нам люди из многих городов России уже. География очень широкая, от Камчатки до Крыма. В Мытищах так сложилось, что у нас в школе есть два участка. Мы здесь фасуем супы. Проходит нарезка, подготовка армейских душей и сейчас открывается новый участок по плетению сетей. Главный посыл патриотической встречи – донести до учащихся, что у сохранения того мира, за который сейчас борются российские военные в зоне специальной военной операции, и в их руках тоже. Мы собираем вещи для бойцов и отправляем их в зону боевых действий. Не надо поддаваться всяким провокациям, то, что на тебя, если действуют, то нужно как-то действовать в ответ и не сдаваться, служить своей родине, любить и гордиться. По словам Кати Лисицыной, после таких встреч у нее и ее одноклассников формируется чувство патриотизма, уважение к российским военным, любовь к родине и желание служить в рядах вооруженных сил России. В Мытищах прошла викторина на знание истории родного округа. Что мы о ней знаем? Увы, не на все вопросы находятся правильные ответы. Общественная палата и историко-художественный музей организовали познавательную игру, посвященную 400-летию Мытищ. Вопросы касались самых разных периодов истории округа и для многих участников игры стали настоящим открытием. Сергей Берзин продолжит тему. Известно, что интеллектуальные викторины популярны среди школьников и студентов, но только не по исторической тематике. В этом Брей-ринге, где ценятся не только хорошие знания, но и быстрота реакции, молодежная команда заявилась только одна. Она так и называется – молодежка. А конкуренты у нее более чем серьезные. Команда из общественной палаты. От малого и среднего бизнеса сразу две команды «Опору России» и «Нежный бизнес». От многофункционального центра «Команда Единства». Этот Брей-ринг организован в честь наших 400-летних Мытища. Первое упоминание в летности. Поэтому мы с вами участники исторического события. Я думаю, что наши потомки будут смотреть по первому Мытищинскому этот замечательный Брей-ринг и вспоминать нас добрым словом. Инициатором игры выступила общественная палата округа и Мытищинский историко-художественный музей. Несмотря на серьезную конкуренцию, сама игра носит скорее не соревновательный, а просветительский характер. В последнее время в Мытище приезжает очень много новых жителей, наш город растет. И мы убедились в том, что далеко не многие знают историю нашего города и не знают, на какой богатой истории земле они живут. Кажется, что основные исторические вехи известны все. Это и организация сбора налогов по рекам, то есть Мыта, от которого произошло название Мытищи. Это строительство Екатериненского водопровода. Позднее в первой стране метровагон МАШ, а еще позднее участие в космической программе. Но есть и многое другое, чем можно гордиться. И, конечно, это нужно знать. Откуда мы пошли, где мы находимся и куда нам идти. Известно, что непомнящие своей истории действительно похожи на слепцов, особенно в век информации. Информации сегодня много, но ей надо уметь пользоваться. А историческая информация должна быть самой точной, без намеренных искажений. Вопросы для этой игры готовили сотрудники историко-художественного музея. Готовили все вместе, потому что вопросов немало. И сейчас они помещены вот в эти забавные матрешки. И эти матрешки отнюдь не простые орешки. Например, такой вопрос. Какое отношение имеет один из героев Куликовской битвы к селу Тайнинскому? А оказывается, селом в конце 14-го столетия владел Владимир Серпуховской, двоюродный брат Дмитрия Донского, прозванный Храбрым. В легендарной битве он возглавлял полк правой руки, командовал засадным полком. Так и переплетена история страны с будущим царским селом Тайнинским, а сегодня с историей самих мытищ. И лучшие познания в этой игре показали как раз члены общественной палаты. Сказался их опыт и бережное отношение к истории, без которой, как известно, нет будущего. Далее об экологии. В мытищах состоялась традиционная всероссийская акция «Вода России». Сотрудники управления экологией, волонтеры центра «Вместе» и неравнодушные жители города вышли на берег реки Яуза, чтобы очистить прибрежную часть от мусора. Наши корреспонденты присоединились к экологическому десанту. Татьяна Горностаева продолжит. Мама утка и ее маленькие птенцы плывут по реке друг за другом. Куда она повернет, туда они и последуют. Такую картину часто наблюдают горожане, прогуливаясь по набережной Яузы. Эта небольшая река протяженностью в 48 километров берет свое начало из болот на территории Лосиного острова и пересекает мытищи. Набережная вдоль реки является одним из любимых мест у горожан. Главное помнить, что ресурс 21 века – это вода. Мы должны не только разумно его потреблять, но и защищать и охранять. Администрация округа много внимания уделяет вопросам экологии. Иван Васильевич, а правда, что мытищи всегда принимают активное участие в акции «Вода России»? Да, действительно, это правда. Мы ежегодно принимаем активное участие в акциях, в том числе «Вода России». На территории городского округа Мытищи для реализации данных акций есть все необходимое. В первую очередь, это наши жители, студенты вузов, которые расположены на территории городского округа Мытищи. Студенты мытищинского филиала МГТУ «Минибаумана» традиционно присоединились к всероссийской акции «Вода России». 30 волонтёров вооружились перчатками и мешками для мусора, чтобы очистить береговую полосу от мусора. Сегодня мы пришли все вместе, собрались с большой командой на субботник, чтобы убрать мусор на берегах реки Яуза. Определённую цель по количеству мусора мы не ставим. Сколько получится, столько получится. Надеемся, что его будет много, и мы принесём много пользы окружающей среде. От разговоров ребята перешли к делу. Через полчаса работы они уже несли к назначенному месту мешки с бутылками, обёртками и прочим мусором. При этом участие в этом проекте не ограничивается только уборкой. Ещё одна важнейшая задача – экологическое просвещение и повышение экологической грамотности жителей. Настроение отличное. Решил поучаствовать в акции, потому что... Ну а что, мне дома сидеть, что ли? Вот лучше пойду уберусь. Первый раз, как говорится, первый раз в первый класс. Вот мне куртку выдали, жилетку, перчатки. Ну, я счастлив. Такие акции позволяют нам собраться всем вместе и заряжаться такой вот, знаете, энергией. Несмотря на то, что мы устаем, что мы тратим на это время, после субботника наши ребята довольны, радостны, заряжены, с чувством выполненного долга. Такие мероприятия происходят у нас достаточно часто. Мы на протяжении всего года в тёплое время выезжаем на реки, как раз таки, по программе «Вода России». И убираемся. Хочется вот прийти, посмотреть на это место и увидеть снова чистоту. Вместе с добровольцами в экологической акции принимает участие и один неравнодушный житель. На вопрос, почему решил присоединиться к акции, Павел Левашов ответил – а кто, если не мы? На сайте городского округа «Мытища» в новостях прошла информация, поэтому было время свободное, решил присоединиться. А так мы периодически у себя там убираем, тоже берег Пироговского и Клязьминского водохранилища, так что у нас там чисто. Даже если это не ты мусоришь, всё равно нужно убирать, потому что люди лишний раз видят чисто и не бросят бумажку. А это очень важно. Администрация городского округа приглашает всех неравнодушных мытищенцев присоединиться к экологической акции и сделать наш город чище. На следующей неделе, 3 июня, мы запланировали очередную акцию, называется «На чистая река, сделай это просто». На ту акцию будет задействованы немножко больше людей, то есть порядка 250 человек. Вместе с добровольцами на экологический субботник выйдут известные общественные деятели, неравнодушные мытищенцы и представители органов власти. Место встречи 3 июня, река Борисовка. Делаем вместе! И в завершении расскажем о фестивале творческих достижений, в котором поучаствовали мытищенские долголеты. Он прошел во Дворце культуры Яуза и стал настоящим праздником искусств. Здесь и творческие мастерские, и авторские выставки работ декоративно-прикладного искусства, и, конечно же, час спортивной активности вместе с галоконцертом. С подробностями наш корреспондент. Творчество не бывает скучным и унылым. Основной его критерий – создание чего-то нового, непохожего ни на что. И именно этим критерием руководствуются участники разветвленного сообщества, а точнее клуба «Активное долголетие». Все, что они делают, вызывает улыбку и восхищение. Где еще вы найдете таких забавных человечков? Кажется, если они поселятся в вашей квартире, она наполнится их голосами. Это декоративные куклы разного назначения. В основном они шиты своими руками, безусловно, и в основном шиты иголочкой. С удовольствием люди занимаются, приходят, подбирают для себя то, что им нравится здесь. Повезло внучкам, у которых такие умелые бабушки. Ведь их куклы давно вышли из клуба и гуляют по городам и выставкам, приводя всех в восторг. А такая вязаная сумочка очень к лицу самой молоденькой модницы. Но для того, чтобы ее сделать, надо быть очень усидчивой, дабы не запутаться в этих клубках и нитках. Это не просто нитки. Эта пряжа называется полиэфирный шнур. Он бывает разный. Вязать очень легко. Здесь главное – терпение. Просто терпение. Вначале никто не верит, что получаются вот такие изделия. Вот никто не верит, кто приходит к нам в активное долголетие. И изящно, и со вкусом, а самое главное – больше такой сумки ни у кого нет. Хотя мастериц в клубе становятся все больше и больше, все они не похожи и оригинальны. Клуб «Активное долголетие» в последние годы превратился в массовое движение, которое охватывает более 6 тысяч человек. Среди них и сотни поклонников цигун – комплекса традиционных упражнений, возникших на основе даосской алхимии. «Кто умеет делать медленно, тот умеет делать быстро», – гласит китайская поговорка. И здесь это умеют. Цигун в первую очередь – это оздоровительная гимнастика, направленная только на оздоровление организма. И в дальнейшем, конечно, на долголетие. Здесь, в принципе, немного медитативная медитация, физическая медитация. Здесь движения повторяются. Когда вы знаете хорошо одно движение, переходящее в другое, вы освобождаете сознание и уже на физическом, несколько философском уровне двигаетесь в гармонии со своим телом, со своим осознанием и своим движением. Все, кто освоил эту гимнастику, очищаются от агрессивных мыслей. Хотя в основе самой гимнастики лежат древние боевые искусства. Может, поэтому она здесь так популярна? А тут совсем другие интересы. Эти дамы с собачками – члены студии «Позитив». Сегодня у них показ новых моделей для своих четвероногих питомцев. Чем же так им дороги эти собачки? Это хорошее настроение, потому что, когда ты приходишь домой и тебя встречают вот эти милые мордашки, то какое бы у тебя ни было настроение, оно еще улучшится. Вот каким выдался день в городе мастеров активного долголетия. А еще были танцы, театральные номера и много-много хорошего настроения. Ведь творчество всегда приносит радость. На этом я с вами прощаюсь. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события. Какими их увидели репортеры Первого Матищенского. Берегите себя и помните, наша команда работает для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова